Кузя Пушин Пермит, на связи с Ичандр Ольмином. Здравствуйте. Что у нас тут? Не эпидемия или эпидемия? Ну пожалуйста, пусть все заболеют. Нет. Нет, к сожалению нет. Кто? А, это овца нам. Живот и правое предплечье? Ага, правое. Ну давай обследуем, чё. Правое, вверх, вниз, вниз. Ого. Вниз, вниз. Ага. Последнее. Все, готово. Это что-то сложное, это что-то дорогое будет. Ты о чем? О том, что много. Ого. О. Ну это на самом деле жестко. Сильно болеет. Денег много есть. Надо вовремя. Оно резко это делает. Слишком резко. Ребят, мне в такие игры играть тяжело. Подобные вещи нет для меня. Поэтому неудивительно, что один раз провалился. Так, целебные слезы. А мы готовили их уже? Да? И то, и другое готовили? Ну-ка. Раз. Раз. И двось. Все, закрыли, закончили. Молодцы. Лечение завершено. Хорошо. Я молодец, да, я знаю. 980 денег. Неплохо. Бабки нам сейчас нужны, но нам нужно... Сколько дерева и камня, не напомнишь? Напомнишь. Сейчас ты напомнишь. Мы посмотрим, что еще. Нам нужно к майеру. Две тысячи денег, две тысячи дерева и 1575 камня. Ясно. Сколько? Ого. Две тысячи дерева. Все, поехали. Майер, значит. Собаку сейчас покормить надо. Что такое? Хочешь что-то обсудить? Давай поговорим в другом месте. Например? Например, в мэрии, которая закрыта. Выходной для осмона. Чего это вдруг ты просишь для него в выходной? И почему осман не попросит самостоятельно? Озвучим, как то будет. Но ты сказала, почему. Потому что он сам не может. Вот и все. У него слишком много работы в последнее время, и его близкие переживают? Там не только близкие переживают. Хорошо, понимаю. Я знаю османа. Он очень ответственный, много трудится. И совсем не заботится о себе. Хорошо, я выпишу ему разрешение на выходной. Скажешь осману, чтобы он зашел ко мне? Конечно, конечно. Я буду ждать. У нас выгодят из мэрии? Нет. Все, мы в закрытом помещении. Секретный пропуск в мэрию, да. Радужная растинка, холодоцвет, коньяку, игдрасиль и два растения, которые мы добудем из последней зоны, которые мы вскоре откроем. Возможно, даже сегодня... А работать мы можем здесь? Нет, по воскресеньям закрыто. А жаль, да? Можно было бы так хитро. Собаку обязательно. Хотелось бы. Приятного аппетита, ребят, кто кушает хамяч лопает. Что сегодня мы ей скормим? Труфель. Труфель, давай попробуем. Сама его выкопала. Да, свинка трюфель ест, хорошо. Труфель ест. И погладить собаку. Да, нам столько гладить надо ее. Это куда нужно? К Мерси зайти. К Мерси, 12. Буду ждать на ферме. Вот, смотри, на пляж с 6.30 до 22, это нужно пойти. И сюда можно зайти. До 15 часов. Ну, еще рано вроде. С 7 до 15, да. Можно зайти сейчас. Всем жителям Лундрии у меня... Это ателье. Отелье. По воскресеньям до 17. До 17. Поехали. Во, то есть мы еще далеко-далеко на подходе начали. Все, все, у нее цветы растут уже. Это выбривало на бабочки живота. Ой, гляди. Кажется, почва выглядит ярче. Ага. Я бы хотела посадить красные цветочки. Давай вместе посадим цветы. Проводишь меня на ферму? Конечно, конечно. Что, у тебя нету семян красных цветочков? Какая досада. Ну, прости, мы редко заказываем цветы, в основном продаем зерновые. Ну, я очень хочу вырасти красные цветочки. Может, Чандр поможет тебе найти красные цветы за пределами города? Ты ведь не откажешь помочь? Конечно, конечно. Цветы из дикой периоды. Поможешь найти их в поле? Конечно, конечно. Да? Ура. Когда собьешь семена сразу, скажи мне. Хорошо, хорошо. Здесь нас оставьте, пожалуйста. Спасибо. К мертиже нам надо. Да, только надо зайти и выйти. О, с Гарлотом мы вообще не говорим. Мы его найти не можем. Видишь? Лучше отдать ему, потому что он задолбал. Он реально задолбал. Хлорка. Хлорка. Он просто не выходит никуда. Так мы его и тут не можем найти. Куда нужно зайти-то? Внутрь. Нет? Может там? А куда войти? Не знаю. Может там это в другое время? Другое время в другом месте, да? Опа. Та-та-та-та-та-та. Поверь, здесь все будет в порядке? Мам, я же сказал, что не могу уехать прямо сейчас. Но ты должен, пока еще не слишком поздно. Пожалуйста, Люк, ты заслуживаешь больше, чем жизнь фермера. Ну, мы уже все обсудили, Мам. Ни к чему возвращаться к этому разговору. Я принял решение, нравится оно тебе или нет. А теперь извини, но нужно посмотреть за коровами. Ну что за укрямец? Прости, что пришлось слушать все это. Люк такой умница, я бы хотела, чтобы он стал ученым. И отец говорит, что он смышленый парень. Уверена, он бы найти для себя лучший путь. Мой мальчик отказывается, потому что чувствует ответственность за это. Поговорить с Люком. Он не там. Всего ты взял, что он там. Согласен. И не здесь. И не здесь. Шатайте, Дэн. Тем не менее, везде. На пляж! На пляж! Или мы уже не успели? Успели. Там до 22. На пляж можно всегда успеть. Поехали. С Люком тоже можно всегда поговорить. Ну, конечно же. Да снизу где ты. Разумеется. Ну, это... Да, да, да. Через жо, через жо. Ух ты ж. Это что такое тут у вас? ООООГ! ОООГ! Ты чего орешь-то? Мы только что закончили с пляжем. Все вместе убирали обломки кораблей. Отдадим их Рейнеру на переработку, и их можно будет использовать снова. Теперь пляж стал куда более приятным. Отличная работа. Даже пират был. Пляж очищен. Да. А можно полежать? Неа. Ну вот. Не для простых смертных. Вот Илья. Сходили? Ясно, понятно. Воскресенье, выходной. Ну ладно. Так, сначала Рейнер. Стоять. Так же вот с этими ребятками. Потому что нас куда-то перенесет? Ты уже прочувствуешь это? Опа. А вдруг? Ну я предполагаю, что может вполне перенести, поэтому лучше да. Это максимальное отношение же с мэром, да? Мэр обязательно должен обмолвиться, что у него дочь не замужем. Например, за ужином. Конечно, я не против. Давай светимся сегодня вечером в Кавер-Араре. Я не против. Ну вообще, я подумал, что он спит. Да, не спит. С чего ты делал, что он спит? Ну потому что, потому что он спал. Эй, сюда. Просто я был занят. Кстати, книга просто бомба. Я почти дочитал ее, осталось пару страниц. Ой, тебе пора бы учиться уже. Почему я не подал документы в столичный колледж? Ну потому что не хочу. Мама все тебе рассказала. Да уж, не очень-то она умеет хранить секреты. Я не поеду в столицу. Не думаю, что сейчас подходящее время для этого. Понимаешь, мне нравится моя нынешняя жизнь. Я люблю семью и нашу ферму. Да, учеба откроет для меня новые возможности, но забота о близких значит для меня гораздо больше, чем обучение. Сейчас я всем доволен. Не думаю, что ученая степень сделает меня счастливее. Ни одно зелье не вылечит то, что не в силах вылечить счастье. Это цитата из «Принципа жизни», стоящая книга. Ладно, давай есть, пока еда совсем не остыла. Давай, давай. Похавать мы любим. Уф, я обелся. Уже поздно, пора по домам. Мне стало легче после разговора. Спасибо. Нужно как-то еще посидеть. Паникно, конечно. Задание завершено. Уровень дружбы повышен. Не, ну на полном серьезе. К чему вот эти вот обычные тоже... Не, ну как же, это же не фермер. Это же престижно. Идите в жопу. Серьезно, занимается тем, что ему нравится. Нет. Ну а как же престижно же. В столицу пойди потом. Так, смаливай. И со столицы. А с Маттео нам нужно, кстати. Мы сделали же для Маттео. Разве? Маттео. Спасибо. Вот, видишь? Я же говорил. Хорошо, хорошо. Тебе обязательно это делать, а? А? Тебе обязательно вот это вот припираться. Конечно. Конечно, конечно. Спасибо за Элик. Красных цветов? Стоп, а вот это вот не будет? Красные семена. А я не знаю, может розы? Розы? Да. Так, ну точно не орхидеи? Вон розы повыше. Здесь они тоже красные. Вот. А. Внезапно. Семь красные орхидеи. А. Ну вот рядом с розами как раз таки. Семена красные орхидеи. Значит еще где-то должна быть такая фигня. Семена красные орхидеи. Все. Есть контакт. Надо теперь сходить. Угу. Ну-ка. А, ну именно ей нужно отдать. Ну да. Она в доме. Она вич не спит. До 23 не спят они. Так, сружка. Держи. Ох. Это семена цветов, которые растут за городом. Ура. Тебе можно их посадить. Посреди ночи, конечно. Конечно. Отлично. Я так рада, что мы посадили семена. Посходи бы увидеть, что из них вырастет. А когда покраснеют лепестки? Угу. Что? Че он кивает-то? Давай попозже посмотрим на них вместе. Я скажу тебе, когда цветы распустятся. Будет красиво. Хорошо. Фиг ли он кивал. Ту-ту-ту-ту. Был вопрос, когда? Угу. Уровень дружбы повыше. Когда не знаешь ответа, говори, да? Да. Все. Ру вот пошла спать, скорее всего. А мы по пути ее перехватим и поговорим с ней. Опять алярма. Прямо на следующий же день. Ты представляешь? Алярма за алярмой. Да, лучше же нам. Это ли не чудо? Денег нам нужно вообще-то. Кто-то в городе заболел. Ура! Деньги! Да. Ой. Хиль труда. Голени предплечья. Видимо, это растяжение, из-за чего она молот уронила. Угу. На ногу. Вверх. Влево. Ой, дешевая. Дешевая, да. Влево. Вверх. Ура, чума? Нет. К сожалению, нет. Низ. Так, Mission Completion. Хорошо. Эту мини-игру сделали. Чпуньк. Следующая. Перечную мазь сюда. И... Опа. Тоже обследовать. Право, право. Вниз. Мне кажется, удовлетворенности у них не будет. Да что? Либо право, вверх. Если с сывороткой. Да. Вверх, вверх. Так-то можно все сывороткой... Ну, почти все сывороткой лечить. Угу. Сыворотку вколол. Все. Вылечился. Угу. Так, ну и то, и другое. Средства от волдырей мы готовили, и перечную мазь мы тоже готовили. Лечим раз. Лечим два. Лечение завершено. Денег сколько? Ну, немного. Мы так и думали. Дешевое. Ого. Ого. Между прочим. Ого. Да. Заданий же миллион. Ой, понедельник, да? Базилик. Понедельник, деньг. Кислый древесный сок есть. Базилика, по-моему, нет. Великолепный рог мы не сможем пока что добыть, но придется брать, потому что мы зарашим, скорее всего. Мы скоро уже пойдем туда. Дикий улей. Скорее всего, там где-то... Там же, скорее всего, белое мясо. Это надо ловить рыбу. Это как бы... И роза. О, боже. А что так плохо-то? Это ужасно. Это на полном связи с начала женщиной. Может уйти? Может. А-а-а. Она же кристалл попросила найти. Да-а-а. Все, два часа на почте. Поехали. Осуждаю самураев. Самураев всегда надо осуждать, ребят. Конечно. А еще готовьтесь ловить гниль. Да. Ну так, небольшой спойлер. Угу. Семь раз поработали на почте. Нам нужно 15 раз поработать на почте. Жесть. Ты видишь, базилика не хватает. Но вот кислый древесный сок есть. Ну, базилика мы давно не ходили. Да. Это правда. Но это-то просто. Сложное мясо. У нас ни одного, ни другого нет. Ну, за 7 дней мы, наверное, добудем, я думаю. Давай мы сначала в ателье, потому что ателье-ателье. Угу. Недалеко. Как там дело с кузнечным фартуком для хильтруда новым? Новый фартук для твоей дочери? Следующий по списку. А ты сможешь сделать его потолще? На прошлой неделе она немного обожглась во время работы. И это правда. Но только не на прошлой неделе. Ну, на прошлой, наверное, она обожглась, но сегодня пришла. Да. Совпадение? Не думаю. Что ж, я могу добавить еще один слой кожи, если хочешь. Ну, не забудь, что кожа должна быть из зеленого цвета. Это любимый цвет дочери. Мне понадобится время, чтобы найти особые материалы для работы. Сколько это займет? Не знаю, около недели, может больше. Ох. Так слишком долго. Она не может нормально работать все это время. Может, есть другой способ достать необходимые материалы? Здрасте. Идея. Не откажешь мне услугу. Ты обычно собираешь ингредиенты для своих зелий в поле, так? Конечно, конечно. Я бы хотела кое-что купить. Купить? Многие нужны некоторые материалы, чтобы закончить фарту для моей дочери. Все удалось найти? Ура. Все удалось найти? Угу, угу. Отлично. Отнеси фарту к Хильтруде, когда все будет готово, хорошо? Я рассчитываю на тебя. Что? Нам, наверное, выдали список? Нам выдали список, наверное, да. Материалов. Мм. Хильтруда пойдет на все ради Хильтруды. Тебе так не кажется? Угу. Ну, если она заплатит нам, что там? Ящералоя? Ящералоя? Что там? Там ящералоя. Какая ящералоя? Я не знаю, что за ящералоя, но она там есть. Нужно дерево. Смотри-ка, девчушки вяжут. И одна, и другая. Ящералоя. Ага. Чпуньк. Ну, с этой уже нет, мы с тобой разговариваем. Ну, да. Все, это... Можно забить на нее. На полном серьезе. Игра не располагает, чтобы встречаться. Один раз встретились, этого достаточно. Никто не находил карманные часы, может, не может без них обойтись, если, надеюсь, принесите домой. Мариэль. Ого. Может, просто прийти? Может, просто прийти, я не знаю. Либо найти где-нибудь... Вспышка сверху. Вспышка ему, по-моему, максимальное отношение. И что? Да. Это вспышка вообще-то. Это вспышка. Вспышка справа. Вспышка, стоять. Перекатами. Перекатами. Все. Это вспышка. Это вспышка, согласен. Опа. Что это вы думаете? О, привет, ребят. Извини за беспокойство. Я ищу книгу стихов. Можешь что-нибудь посоветовать? Ничего не могу посоветовать. Понял, хорошо. Что хорошего-то? Зачем она мне? Ну, в качестве примера. Хочу написать кое-что для особенного. Еще одна просьба, если позволишь. Можешь забрать мой заказ у Йорна в практике. Вот записка, чтобы ты его получил. Можешь пока сходить за цветками. Можешь пока сходить за цветками. Какими цветками? А? А записки он просил принести еще и цветы. Возвращайся, когда их найдешь. А я к тому время закончу свину. Какие цветы? Яшно понятно, 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 яшно, 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 понятно. Один улей, по-моему, где-то здесь был. Вот он он. Улей вот. И улей с той стороны надо бежать. Бам. Все, я почему-то подумал, что это из новой локации, а это же эти квесты такие. Половим чутка рыбку. Ну, мясо он точно будет. О, чеснок! Мне кажется, он не съест. В смысле? Вот, представьте, собаку кормим чесноком, ребят. И собака довольна. От чего он вливался-то? Мало от чего. Слушай, нам же почитать надо. Он про Дэнчика, в частности. Дэнчик, кстати, не максимальный. Дэнчик не максимальный? Не максимальный. Чандор и Дэн как-то встретились на берегу. Дэн в одиночестве искал на пляже зарытые сокровища. Он спросил, чего хочет Чандор. Забрать сокровища себе или присоединиться к его команде. Узнав, что Зельевара не интересует ни то, ни другое, Дэн внезапно убежал. Прекрасно. Дэв. А вот с Дэвом максимум уже. Дэв потерял очень важный портфель. Это на него совсем не похоже, ведь он из тех людей, которые никогда не допускают промаха в работе. Оказалось, что портфель спрятал Дэн. Он решил сорвать работу Дэва, чтобы тот хоть немного отдохнул. Так, Дэв узнал, что Дэн заботится о нем. И понял, что нужно больше прислушиваться к своей второй половине и беречь здоровье. И все-таки у нас уже есть качество. Люк еще есть. Люк тоже замакшен. Мама советует Люку уехать из Лунбери в столицу и получить образование. Однако он любит свою жизнь в Лунбери, поэтому решает не ехать. Хотя мама продолжает его уговаривать. Возможно, когда-нибудь он поедет учиться. Но пока что Люк остается на ферме с семьей. И кто еще у нас? И Рю. Почва готова принимать растения. И Ру хочет посадить цветы любимого оттенка. Красного. Кроваво красного. Увы, семена красных цветов никто не продает. Поэтому Чандр добывает их за городом. Посадив семена, Ру ухаживает за ними, чтобы выросли красивые цветы. А вот здесь вы видите тех самых ребят, благодаря которым у нас все видосы, собственно, и выходят сейчас на канале. Присоединиться к их числу, вступить в семью. А семья это главное. Можно по ссылочке в описании под любым видосом. Мы во все видосы добавили ссылку на Бусти. Переходите и подписывайтесь. Присоединиться к ней вrupt. Пока. Продолжение следует...